Книга «Открытым оком», тема «Обращение ко Христу», второй том, вопрос 833. Как избавиться от гордости и сребролюбия? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Эти пороки самому трудно определить в самом себе, да и люди часто могут истолковать неправильно, но прислушаться к ним все-таки стоит. На бытовом уровне гордость проявляется в том, что человек не принимает обличений и советов, дерзок не на своем месте, то есть жена пытается захватить кафедру мужа. Гордый человек не может смириться полностью перед тем, что говорит Слово Божие, Библия. Он отстаивает свое мнение, не покоряясь старшим, ратуя не за евангельскую истину, а из амбиции. Когда в церкви случаются нестроения и некоторые даже покидают своих епископов, то здесь два варианта. Или человек совершает героически смелый поступок, отходит от беззакония, или гордостью устраивает новый жертвенник. И если при рассуждении этот человек не выслушает и не примет довода хотя бы одного оппонента, он может ошибиться с тяжелыми последствиями. Гордые люди всегда терпят поражение, хотя на время, и имеют успех, потому что им противостоит сам Бог. Якова 4 глава 6 стих 1 Петра 5 глава 5 стих От гордости рецепта нет, только сам Бог будет прописывать горькие пилюли, ломать рога и хребет. Это может быть чеченский плен, тюрьма, неизлечимая болезнь. А сребролюбие У Жека Лондона есть рассказ о человеке, который был спасен от голодной смерти. И хотя его стали хорошо кормить спасители на корабле, но он все время выпрашивает дополнительные кусочки сушит их. Но хранить ему их негде, и он из сухарей делает двухэтажный мафраз. Бывают люди, набестывались в бедности, намотались по чужим квартирам, и теперь копят, складывают в кубышку остатки от сухариков. Сребролюбие ли у него? Когда же человек, как скупой рыцарь у Пушкина, на крови и страданиях других, добытые, прячет сундуки в подвале, валютном банке, как гусинские, березовские, миллиарды долларов, из обворованной, обнищавшей страны, гонят в Израиль этой стопроцентной жидовской сребролюбии Чубайса, готовых погрузить всю страну во мрак за неуплату за электроэнергию. Относительно сребролюбия человек должен проверять сам себя, представляя, что он сегодня умрет, как тот богач. Евангелие от Луки, 12 глава, 20 стих. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь души твои возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Слово «деньги» в русском языке очень доходчиво разъясняет, что они даются нам, как бы на один день, без заботы о завтрашнем дне, как толкует Иоанн Златоуст, перевод греческого слова «деньги». Надо жить экономно, довольствоваться малым, чтобы оставалось время и для духовного. Серахова, 13 глава, 30 стих. Хорошо богатство, которому нет греха, и зла бедность пустак нечестивого. Пречес Соломон, 30 глава, 9 стих. Дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы о бедне не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. На время жаден я, все не хватает дня, он кажется до боли мне короток. Я час ловлю, как уздух коня. Остановись, не кончена работа. Но время движется вперед шагами стрелок, и солнце рвет по воде, часть на запад. Я мучаюсь и злюсь, как мало сделал, как много остается вновь на завтра. На завтрашний покажется, день завтрашний покажется короче. Года не к лету, к осени поплыли. Крепись, подрись, но хочешь или не хочешь. А невестки уже посеребрели. Но все равно я встану рано завтра и потружусь до наступления дня. И солнце, уходящее на запад, я за узду поймаю, как коня.